Всем привет! Меня зовут Юля и сегодня я покажу вам свой скетчбук за январь. Я вам рассказывала, что одним из моих новогодних обещаний самой себе стало восстановить в 2018 свои рисовальные навыки и постараться их улучшить. Поэтому каждый месяц я буду заполнять по скетчбуку на 20 страниц и на каждый месяц у меня будет определенная цель. Вот на январь это была самая базовая задача заново привыкнуть к своим материалам, краскам, карандашам, к линерам, простым карандашам. То есть просто хотя бы привыкнуть к материалам и не бояться их как-то использовать и смешивать. И скетчбуки я буду делать сама, потому что, во-первых, мне нравится контролировать качество бумаги. Я привыкла к определенной модели чертежной и еще мне нравится видеть объем, который мне предстоит. То есть вот 20 страниц я вижу, что мне за месяц нужно заполнить и это помогает мне бороться с тем, что я думаю, что очень много работы и вообще в итоге ничего не делаю. Скетчбук выглядит вот как такая розовенькая книжечка. В январе здесь еще остатки праздничного настроения в виде ленты с блестками и сзади картинка из секретных материалов Скали и Малдер, потому что в январе начался 11 сезон. Это один из моих любимых сериалов с детства и мне очень хотелось вот на обложку прилепить именно этих персонажей, но обложку мне не хотелось перегружать, поэтому они оказались в изгнании сзади. И давайте смотреть. На первом развороте нас встречают портретные наброски Сэма Нилла. Я в январе пересматривала фильмографию этого актера, ну вернее только какие-то избранные фильмы и те, что я пропустила за последние 2-3 года. Мне очень нравится этот актер, обожаю с ним драмы и остросюжетные триллеры из 90-х. Вот это просто лучшее, что было в его карьере. И здесь выписаны фильмы, которые мне понравились и которые я считаю обязательными к просмотру. Если вас заинтересует, сделаю с ними отдельный пост в инстаграме. И еще классные у него фильмы, которые считаются сейчас классикой австралийского кино, вроде «Моей блестящей карьеры». Не знаю, может быть, слышали. Очень здоровские. И, кстати, мою блестящую карьеру я вообще уже стала сомневаться в существовании этого фильма, потому что его не было нигде. В итоге я его нашла на ютубе в качестве 360, но все равно посмотрела и мне очень понравилось. Смотрим дальше. И вот про этот разворот мне действительно есть что рассказать. Вот эти наброски рук, в принципе, ничего интересного, потому что я их потом фотографировала и училась обводить на графическом планшете. То есть для меня было важно научиться делать ровный лайн, непрерывистые, тонкие, нужные толщины. И, в общем, эти руки, это был набросок чисто, чтобы потом на компьютере их на графическом планшете учиться обводить. А вот этот персонаж у меня сначала в голове появился целый мир. Но у меня, на самом деле, часто такое бывает, что я зафантазируюсь, напридумываю себе там какую-нибудь вселенную. И в этот раз она у меня настолько четко возникла, вот начиная от мира устройства и заканчивая системой магии. И даже заканчивая тем, что там происходит и что там вообще за сюжет. Если бы не моя лень, я бы уже что-то классное написала. Но я думаю, что вот эта история выльется в итоге во что-то большее, чем один рисунок, как минимум, не знаю, в серию разных персонажей, потому что в голове они у меня уже появились. Это альтернативная Испания, где магия завязана на стихиях. И вот это конкретно представитель расы, которая владеет магией воздуха, магией ветра. И это все находит отражение в их одеждах, таких вот воздушных, объемных. И у меня серьезно в голове настолько четкие образы и настолько четкое развитие сюжета, что там происходит, что там в этом мире случилось. Что я надеюсь, у меня хватит сил это довести, эту идею довести до какого-то логичного завершения. Но мне кажется, это будет что-то в визуальном формате, потому что у меня в голове это очень уже визуализировано. И смотрим дальше. И в продолжение темы Сэма Нила смотрела я Острые Козырьки тоже в январе. Сериал пока не досмотрела, потому что каникулы кончились, а я не успела этого сделать за новогодние праздники. Но начало было просто восхитительным. Единственное, я не понимаю, почему все симпатизируют Томми. Это... Ну, я понимаю, что он главный герой, но он как бы злодей. Даже если нас сценариста толкают к тому, что он хороший, там, со сложной судьбой, и вообще ему нужно всячески симпатизировать. Мне нравится Честер Кэмпбелл, вот как раз которого играл Сэм Нил. И не потому, что мне нравится актер. Он на страже закона. Да, у него жесткие методы, да, он иногда играет там совсем не по правилами бесчестно, но в итоге он борется с преступниками, он борется с беззаконием. Так что всенародная любовь к организованной преступности для меня пока остается загадкой. Но посмотрим, что будет дальше, потому что сериал я надеюсь досмотреть. Это погребальная песнь Бора Мира. Во-первых, я пересматривала «Властелин колец», как, опять же, вам уже рассказывала. А во-вторых, я на ютубе нашла очень классную интернет-исполнительницу. Она автор-песенник. Если честно, ее имя я так и не научилась читать. Корлиин, Корлиен. Я вам внизу оставлю ссылку на ее канал, и у нее есть потрясающая напевка вот этой именно книжной версии песни. С ее мелодией, с ее ритмом. Очень здорово. Обязательно посмотрите. Невероятно трогательная песня. Вот это срисовка с какого-то фанатского постера к третьему Ведьмаку. Мне очень хотелось нарисовать линером две фигуры, чтобы они были очень близко. Вот как вы видите, Ведьмак здесь на первом плане, и Грифон чуть-чуть сзади. И чтобы визуально они не сливались, и быстро можно было найти отличия. Но не знаю, получилось у меня это или нет, судить вам. И дальше вы еще увидите. Будет много артов по Ведьмаку, потому что у меня подруга начала впервые его проходить. И мне пришлось напрячь просто всю свою память, вспоминая прохождение и подсказывая ей всякие штуки. Вот это вначале должен был быть Локвуд. И когда он был не раскрашен, он действительно был похож на Локвуда. Но когда я раскрасила его цветными карандашами, у него получился такой презирающий взгляд. Поэтому он больше, мне кажется, похож на Натаниэля. Потому что Локвуд должен смотреть задорно, весело и приятно. А вот к Натаниэлю это вполне подходит. Дальше. Это Стив из Очень странные дела. Я на каникулах наконец-то досмотрела последние две серии. И вот я вам говорила, что в этом скетчбуке у меня много экспериментов с материалами. Вот линер, цветной карандаш, краски. Причем мне хотелось как-то необычно раскрасить кожу, вот как на официальных постерах. У них была она такая в сиренево-синей гамме. И мне это показалось интересным. Такой вот тусклый рисунок у меня получился. Но вот это мне нравится, этот эксперимент. Здесь был эксперимент с тонировкой бумаги пастельными карандашами. Мне, кстати, очень понравилось. Потому что в начале рисунок смотрелся очень небрежно. А когда я их растерла, получилась, ну, как мне кажется, довольно интересный эффект. И это Кайдзю из Пасифик Рима. В марте выйдет вторая часть. Поэтому я уже вся в нетерпении и в ожидании. Обожаю Гильерман Дель Торо. Смотрим дальше. Здесь, как я вам уже говорила, отразилась моя любовь к Честеру Кэмпбеллу. Это персонаж из Острых Козырьков, сыгранный Сэмом Нилом. И я вернулась к своей манере рисования персонажей линером и простым карандашом. Когда я показывала вам все свои рисунки, вы видели, что там очень много нарисовано в такой технике. Акварелька с ведьмаком, предыдущим по топям и затаившийся гнилец. Вообще, локации болота в Ведьмаке, это, наверное, мои самые нелюбимые. Особенно во второй или в первой части их было что-то очень много. И они были очень душненькие. И еще, кстати, вы дальше это заметите. Мне понравилось рисовать акварельные небольшие вот такие рисунки-набросочки буквально в двух-трех тонах. Мне кажется, они получаются прямо очень такими стильненькими. Вот это прямо эксперимент-эксперимент, потому что здесь сначала фон залит акварелью в двух тонах, а потом сверху еще добавлены подтоны и оттенки простыми акварельными карандашами. Это Гэндальф и Гэра. Но на самом деле рисунок здесь не так важен. Для меня важно было попробовать, как акварельный карандаш ощущается по уже залитому фону. Мне понравилось. И теперь буду более аккуратно, более интересно стараться в такой технике делать рисунки. Потому что не знаю, как это смотрится на камере, но вживую эффект прямо очень необычный. Я редко такое видела. И на этой странице я пыталась научиться рисовать лошадей в движении, хотя бы пока вот так скетчево. Надеюсь, в следующий раз перейду уже к более детальным рисункам. Я прочитала «Заклинатели лошадей». Мне нравится фильм. Вот книга оказалась тоже довольно хорошей. Даже не довольно хорошая, а просто классной. И в книге речь идет по большей части о лошадях, о их взаимоотношении с людьми. И они там очень много двигаются, очень много лошади между собой контактируют. И вот в принципе я поняла, как строить их тело. Вот это, конечно, не смотрите. Но вот три рисунка у меня вполне получилось повторить и понять, с чего начинается построение основы их фигуры. Дальше. Вот этот разворот, конечно, выглядит пустоватым и не очень симпатичным. Но здесь я училась, вернее, восстанавливала свои навыки рисовать фигуры, лица в разных положениях. Мне нравится рисовать лица в диснеевском стиле. Это началось с чего попроще. Ариэль и так диснеевский персонаж. И в принципе ничего сложного, как бы просто скопировать и понять, как это строить с нуля. А это Диана и Стив из «Чудо-женщины». Вот это как бы персонажи не изначально рисованы. И вот их было интересно построить лица и нарисовать так, чтобы они хоть немножко были похожи. Вот это срисовка фанатского постера к молодому папе. Там есть целый ряд таких как бы концепт-артов с разными персонажами. Он у меня стоял на заставке телефона. И вот, если честно, у меня просто было, у меня не было ни единой идеи, что нарисовать в этот день. Я сидела, тыкала по телефону и в итоге срисовала вот эту заставку. Потому что я люблю сериалы. Мне было, мне опять же хотелось поэкспериментировать с линером и с акварелью. И на этой странице продолжение этих экспериментов. Здесь также заливка фоном и сверху line. Это мы все еще продолжаем тему фанатства по Сэму Нилу, потому что Парк Юрского периода я тоже смотрела в январе. Целиком разворот, посвященный Парку Юрского периода. Вот этот рисунок продолжает серию концепт-артов одного очень известного и крутого итальянского дизайнера. Он разработал вот целую линейку постеров, характер постеров по Парку Юрского периода. Там есть и персонажи, и они, похоже, не знаю, то ли на каких-то из комиксов. Я вам буду вставлять картиночки, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И вот этот концепт как раз один из таких. Это Исланоблар, по-моему, назывался остров из Парка Юрского периода, и отражение вот с одним из динозавров. Как я вам уже говорила ранее, мне очень понравилось рисовать буквально в двух-трех тонах. По-моему, это получается очень круто и стильно. Буду продолжать экспериментировать вот с таким стилем. Это абсолютно линер, маленький дракончик. По-моему, это были велоцерапторы. Они такие милашки, вот когда они рождались в самом начале фильма, и главные герои там присутствовали, когда они из яиц вылуплялись. Вот это мне очень нравится и сцена, и рисунок мне тоже понравился, как получился. Но я немножко его испортила, потому что я хотела обвести руку красной краской и вот так сделать, типа, отпечатка. Но он что-то как-то плохо пропечатался, я постаралась его размыть, и в итоге все испортила. И последняя страничка – это наброски Ведьмака в движении, в драке, с разных ракурсов, все по-разному. И это, наверное, этот набросок может послужить анонсом к следующему скетчбуку, потому что у меня скоро подруга возьмется за «Каменные сердца», которые мне тоже придется очень серьезно вспоминать. И вот «Каменные сердца» из «Ведьмака» – это, наверное, моя самая любимая история, потому что, во-первых, мне вообще нравится вот эта тема с желаниями, с расплатой за них. И я давно мечтаю нарисовать Ольгерта Фаневерика в его «Кундушу великолепном». Вот это, наверное, самый красивый с точки зрения дизайна персонаж в игре, потому что, как только я его увидела, я прямо загорелась желанием воспроизвести все эти яркие цвета. Гюнтера Адима тоже, скорее всего, нарисую, потому что я его сущность вижу немножко по-другому, нежели в игре. В общем, февраль, скорее всего, будет посвящен во многом Ведьмаку. И, опять же, буду стараться рисовать его в разных стилях, разными материалами, потому что целью на февраль я себе обозначила более серьезно заняться пропорциями человека, научиться, ну, не научиться восстановить свой навык, рисовать его в разных вариантах, в разных позах. И Ведьмак для этой цели, для оттачивания навыка, подходит как нельзя лучше, потому что там все персонажи много двигаются, дерутся, у них потрясающе интересная одежда, которую в движении будет здорово показывать. Поэтому я уже в предвкушении февраля. Одна двенадцатая цели на этот год уже выполнена. Я надеюсь, что в конце года у меня будет 12 вот таких томиков с моим прогрессом. И мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!